Привет, друзья! В видок у меня на море обратно. Хоть я в зеркало и смотрела перед этим, но как-то в зеркале не так ярко, как напротив окна. Одним словом, сегодня у нас 29 августа. Знаменательный день. Завтра прилетает мама. Ох, ужасно против света снимать. А подготовка полным ходом идет. Траву подстригла. Маме внизу бейсмент, то место ее комнаты, в которой она будет жить этот месяц, готовится. Ванная вся душевая помыта, все вымыто, унитаз вымыто, все там дорожки постелены. Уже практически освободила я территорию от игрушек. Осталось только для пылесосить по всем уголочкам и протереть пол. Последний раз. По дому все так более-менее у меня. Все готово. Мама уже сейчас укладывается спать через несколько часов и вставать и лететь. Так, свет плохой. Я иду вниз, вам покажу маме на ложе. Так, тут у нас, конечно, еще не идеальная чистота, потому что еще пылесосим и раскладываем. Еще будем кровать укладывать. В общем, одним словом, вот эта же здесь она будет. Здесь еще все так. Я вам покажу, когда уже будет все готово. Так, все. Уже тут у нее этот привет. Ванночка душевая. Здесь кабинка. Унитазик. Все здесь уже готово. Дорожечка постелена. Корзинка для грязного белья. Все уже здесь стоит. Еще нужно мыло. Сегодня пойду куплю. Для рук, для тела. Вот здесь все уже блестит. Вот полотенчики повешаем красивенько. Подвесим, повесим. Вот. И здесь будет стоять кровать. Здесь у нас телевизор с приставкой. А здесь я поставлю кровать. Головой она будет к окну. Вот так кровать будет здесь. Вот еще это все рассвободить надо. Здесь еще у меня сушка. Надо тоже рассвободить. Но так все, в принципе, готово, разложено, помыто. Так что это уже вечером я буду все доделывать. Покажу вам, сниму, когда уже все будет красиво. Даже завтра, потому что кровать Костя будет завтра раскладывать. Все здесь. Сул я приготовила маме сидеть, если по утрам она раньше встанет или что. Травка покошена. Вон эти собранные три кучи. Надо будет их травы выбросить. И вон там еще одна. Три кучки. Все покосила, чтобы более-менее ровно и уже не будут косить. И дожку сегодня подстригла. Его нужно было подстричь. У нас в воскресенье там день рождения у друга. Вот. Нужно было и плюс уже к школе. Я его подстригла. Еще себе немножечко кое-что там подровняю. И чтобы завтра выглядеть красиво в аэропорту. Потому что я не очень выгляжу последние дни на самом деле. Видимо, я еще не отошла от поездки нашей американской. Прихожу в себя. Все. В общем, все. Вот готовлю. Маме здесь кое-какие полочки освободила. Потому что вот здесь у нее будет ее шкаф в этих полках здесь. И вот там вот тоже будет. В общем, короче, все. Вот здесь мама будет обитать месяц до конца сентября. здесь у нас место я определила. У нас здесь теперь обувь. Ну, не вся обувь, а та, которую мы чаще всего носим. Потому что мы выходим в основном через гараж, через бейсмент. Не через входную дверь. Как-то так получается. Ну, нет. Летом, конечно, ходим через основную дверь, но и через гараж. В общем, здесь обувь лежит, когда вот на бэк ярд выйти или куда. Вот она здесь на этом половичке. Все. Пылесос вставлен. Пылесосится. Тут еще у нас приборки. Ну, так вроде все чисто уже. Все. Это входная дверь. И это салон. Дети наверху. Все пока сидят. Я хочу сейчас здесь отдохнуть, потому что с утра кручусь, кручусь, кручусь. Вот у меня здесь Орел и Решка работают. Они где-то в Корее, по-моему, в Корее. Вот. Посмотрим Орла и Решку. Отдохну немножечко. И пойду. Нужно еще сегодня и готовку немножечко делать и, в общем, доубировать. Но так, по чуть-чуть, не напряжно, но делать нужно. Так что, боже мой, невозможно поверить, что буквально два года назад я снимала, как я готовилась к маминому приезду. Уже опять два года прошло. Представляете, как время идет. Это вообще как во сне как-то у нас, потому что эта поездка была не запланирована. Вдруг просто мама решила, давай я приеду. То есть мы планировали, что она приедет. А вот когда, когда, как-то непонятно, когда приеду, когда весной, зимой, осенью. Как-то разговора конкретно не было. А тут она говорит, ты знаешь, Ина, и мы с ней как-то один день так говорили, об этом говорили. на следующий день она мне звонит, говорит, Ина, я купила билет на август. Так что это был такой сюрприз. И мы просто говорили, говорили, сказали, а что говорить, надо садиться и ехать. Конечно, это просто сказать. Понятно, что финансовое это вложение и маме нелегко было, но мама смогла собраться с силами и сделать покупку этого билета. Так что молодец, я ей горжусь. Мама, я тобой горжусь, как будешь смотреть это видео. И все, вроде так, все, более-менее. Так что я иду отдохну немножко, а то что-то какой-то жаркий день. Детки пока там наверху, посмотрим передачу. Вангаде уже спускается, отдохнула уже. И все. И будем дальше. Буду вам дальше показывать, что происходит. Надо будет потом симулятор смотреть. Но мама вылетает так, что я буду спать, когда она будет вылетать. Так что у нас еще... Что, Габочка, что тебе жарко сегодня? Жарко. Ты в памперсике. В pull-up, точнее. Это pull-up. Ты пришла к маме здесь полизать немножко возле меня. Мама погладит. Мама погладит кабушку маленькую. Море. Море? Что море? Море это... Печенька? Да. Не, больше нет. Додо не кушает больше печенька. Нет, я не буду давать. Нет, нет. Так что, ребенок не показывал вам своей истерии по поводу печенья, буду отключать камеру пока. Пока суть, это дело. Время полседьмого вечера. Завтра в это время мы уже все вместе будем сидеть. Я сейчас, кстати, на ужин жарю картошку. Нам сильно не разготавливалось, потому что на завтра будет много всего свежего. И вчера прибиралась на полках, готовила для мамы и нашла столетние давности. Нам Костина мама дарила ручки когда-то маленькие. Они такие маленькие ручки, подарочные. Как сувенирчик. Именные. Инна. Она старая уже, шариковая обычная ручка, обыкновенная. И Костя. Есть Константин и Инна. И вот здесь написано как именная, типа Инна. Независимая, умная, верная, прямолинейная. Но по большому счету в принципе не могу возразить ни одному, так сказать, перечисленному пункту. Согласна. Пункт согласна. Независимая, да. Ну, умная, конечно, я не знаю, это не мне судить. Верная, это точно. И прямолинейная, да, да, можно так сказать. Мои вот близкие, мои друзья могут подтвердить в принципе, что я прямолинейная. Ну, не то, что прям на уме тойной языке, конечно, думаю, прежде чем говорю, но достаточно прямолинейная, точно не двуличная, это не про меня. В общем, просто вспомнила о таких ручках, надо достать, будем писать, что они там просто так лежат в коробках. Надо пользоваться вещами. Вещи для нас, а не мы для вещей. Запомните. Вот я никогда, я никогда ничего, барахла никакого не держу. Все выбросили. Это все красота, память подарили. Мы помним, приятно, спасибо. Пришло время пользоваться ручкой. Будем писать. Вот она так прокручивается и открывается. Писать, что-то записывать классно. Так что, вещи для нас, а не мы для вещей. Ребята, сегодня у нас вечер, я еще поняла, что нам надо кое-что докупить. Вот сейчас 8 часов для мамы. Кое-что докупить нам на завтрашний ужин. Вот, так что мы с Габушкой приехали. Вон она. Привет, скажи, Габи. Ай. Ай. Помаши еще раз. Ай. Бай. Бай, она уже говорит сразу бай. Все, мы пошли еще кое-что докупим и уже будем вечером немножко отдыхать. Уже завтра остальные доделки сделаем. Так, время у меня 10 часов вечера. Я сейчас попыталась набрать маму, чтобы пожелать ей хорошего полета. Но по-моему уже ее нету дома. Что-то как-то я... Либо она раньше времени уехала, либо она просто все отключила. Чтобы уже никому не отвечать. Вот. Так что, в общем, все. Мама сейчас уже выехала. Ну, она только выехала в сторону аэропорта. Ей до аэропорта добираться 3 часа. Плюс с учетом того, что за 3 часа до полета. То есть за 6 часов она вышла из дома до полета. Поэтому до полета еще ей далеко. Вот. Но уже такое состояние предпраздничное. сходили мы с Габи в магазинчик, докупили там, что нужно было. Вдруг оказалось, что элементарного дома нету ни сахара, ни соли. Вот. Так что пошли, докупили. Все. Сейчас пойду уже ее комнату доготовлю. завтра мы с Костей там доскладываем. Все, что нужно, сложим кровать, разложим, там все сделаем. И все. Сегодня только немножечко заготовки по еде там, которые я хотела сделать, сделаю, чтобы уже завтра с этим не крутиться. Чтобы то, что должно было настояться, настоялось. Чтобы все пропиталось там, подружилось друг с другом в блюде. Все. В общем, сейчас немножко посижу, отдохну и пойду работать. Смотрю этот, этот блог этой девочки из Финляндии. Мария чудная, никак родить не может. Так вот, сейчас досмотрю ее ежедневный блог и пойду работать дальше. Доброе утро всем. Мы продолжаем наш репортаж перед приездом мамы. Время у нас полдесятого. Вот. И вот как происходит наш полет. Значит, вылетела она из третьего терминала, прилетает первый терминал, вылетели с задержкой, я вижу, в 12.15. Должны были в 11.50 вылететь. Значит, прилетает в 4.30. Так. Значит, летит она уже 4 часа и 11 минут. И вот как этот полет выглядит у нас на карте. Вот Тель-Авив. И вот здесь она находится. и вот сюда она прилетит. Все. Так что летим. Привет. сейчас такая фигня получается. Ой, отрыжка. Ой, не отрыжка, и кот-то, и кот. Короче, в общем, мы с Костей сложили кровать внизу, все классно. Он купил вчера матрас надувной, потому что на котором мама спала в прошлый раз. Он немножечко там надорвался, он не сдувается, он нормальный, но просто он неудобно спать. Костя пошел купил матрас. Это оказалось, когда нам нужно было надувать, что матрас уже не подходит. Маленький, хотя написано на нем Queen, и мы думали, что это кровать Queen, но оказалось, что это никакая не Queen, а скорее всего King или Twin. В общем, короче, поехал Костя сдавать матрас в Canadian Tire, а его не принимает, потому что уже открытый. Он даже не надувал его. Просто раскрытая коробка. Мы получили сейчас с этим матрасом, который никому не нужен за 60 баксов. Костя злой, конечно, сейчас. Он просто страшно злой. Почему? Я говорю, надо было снять размеры до этого. Кто знал? Я не знала, что это Queen. Такая она не выглядит, как Queen кровать. Может быть, она Twin даже, скорее всего. Не знаю. Извините, не могу никак и Коту убрать. Просто уже и попила, и закусила чем-то. Я просто морковку съела и началась у меня и Кота. В общем, короче, он расстроенный, сейчас злой. То есть, расстроенная я, он злой. Просто ездит сейчас по всему району, по всем Walmart, ищет матрас. Называется, дотянул до последнего дня. Настроения нету сейчас. Вот мама летит, все, и настроения абсолютно никакого нет. В общем, короче, сейчас буду кормить обедом детей. Кость где-то ездит за этими матрасами, я не знаю. Вот такой вот день у нас. Сейчас настроения, сейчас нет. Сейчас пообедаем, может, настроение улучшится. Попьем кофе. Пойдем посмотрим, как там мама летит. Так, вот у нас мама пробегает. Убегается, самолетик уже приближается к континенту. Уже очень-очень приближается. Осталось лететь 3 часа. Вот как время быстро идет. В принципе, в 4.12 где-то прилетают. Да что такое с этой икотой? В общем, все. Габи, кто прилетает к нам сегодня? Кто прилетает сегодня? Кто прилетает на самолетике? Баба? Баба. Какая баба? Баба. Ну, какая? Баба Валя. Баба Ляля. Баба Ляля. Баба Валя. Баба Ляля. Баба Валя. Баба Ляля. Баба Ляля. Ну, вот и все. Комната готова. Кровать застелена. Вот. Ты смешная девочка. Не, 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 не прыгай. Я все застелила. Все. В общем, комната готова к приему гостей. Все. Скоро выезжаем. маха. Но что, мы готовы. Все уже собраны. Даже ногти накрасить успела. Все. Сейчас будем выезжать уже в аэропорт. ехать встречать маму. Вот мы едем за мамой, и повторяется мой страшный сон. Мы опять опаздываем. Спробка, все стоит. Выехали за час, чтобы было. Уже едем 40 минут. Мы не едем, мы стоим 40 минут, просто тупо стоим. Все стоит. Сфотографируй, все стоит. И вообще день сегодня, все через одно место. Все, абсолютно весь день на смартфон. Я надеюсь на единственное, что у мамы хороший полет в этом время проходит. Потому что у меня просто кошмарный день. Лично у меня. Сейчас еще эта пробка вообще, как всегда, это конечная жирная точка моего хорошего настроения. Может наоборот, плохого настроения. А ты еще по-остроумничай. Я могу. Мы в аэропорту ждем, стоим и ждем. Я снимаю. Это же не причесалось. Зеркало, последний виток не посмотрел. Хай. Да, Ида, what's up, man? Хочешь к папе? Маленькая королева. Да здравствуй, Канад. Ура! Канад! Я так знала, что я приеду, и я не буду верить, что я приеду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...